Кровь и золото, часть двадцать девятая у нас сегодня. Педали дали, слухайте дали. Часть двадцать девятая. Поехали. Ну а Али, че он сполошился? Чудак! Они же с Шамилем побратимы. Да и все чеченцы, братья. Это только вы, русские дураки. Только вы можете враждовать друг с другом. А нас слишком мало. И эти его рассуждения прервал какой-то шум, донесшийся откуда-то сверху. Сначала никто не обратил на это особо внимания. Но когда явно донеслись хлопки выстрелов, чеченец по-звериному резко отпрыгнул в сторону и передернул затвор пистолета. Пару секунд он размышлял. Потом прижался к стене рядом с дверью. И когда вниз по лестнице дробно застучали шаги сразу нескольких людей, чеченец резко выпрыгнул в дверной проем и, держа пистолет обеими руками, два раза выстрелил. И наверху раздался болезненный крик. И одновременно загремела густая автоматная очередь, заполонившая грохотом весь подвал. Я слышал, как пули со свистом рикошетили от бетонного пола. Они ударялись в стены и даже в потолок. Чеченец уже отпрыгивал в сторону, но одна из пуль все-таки зацепила его. И она откинула его тело назад. В полете он еще развернулся и с грохотом свалил стол. Что-то увесисто стукнуло меня по бедру. Но мне было не до этого. Лица кавказца я так и не видел. Его закрывала эта треклятая столешница. Но, судя по ногам, он попытался встать. Повернулся лицом ко входу в подвал. Но появившийся в дверном проеме невысокий светловолосый крепыш в черной кожаной куртке с порога, как даст короткую автоматную очередь. И отчаянно скрикнувший перед смертью Чечен дернулся раз и затих на веки вечные. Он привалился спиной как раз к этому треклятому перевернутому столу. И на какую-то секунду в подвале наступила тишина. Остро пахло порохом. Светловолосый автоматчик сделал шаг вперед. Повел стволом в мою сторону. Но я, я затаил дыхание и прикрыл все глаза, стараясь как можно меньше походить на живого человека. Я вообще не дышал. И тут слева от входа зашевелилось что-то, что-то большое, коричневое. И я даже не сразу понял, что это лупоглазый топтун. Тем более этого не знал и крепыш с автоматом. Резко отпрыгнув в сторону, он не обратил внимания на умоляюще поднятую руку специалиста по наружному наблюдению. Этот же скорее напугал парня. И он сходу полоснул по дубленке длинной очередью. Тра-та-та-та-та-та-та! И все! Все! И снова воцарилась тишина. Я даже испугался этой тишины. Я подумал, что все! Все! Конец мой настал! Тишина и спокойствие! Все! Но в подвале начали появляться новые действующие лица. И я даже обрадовался этому, что я снова, я снова могу все слышать. Первым вошел коротко стриженный толстяк с болезненно искривленным лицом. А за ним еще двое парней. Все явно славянского рода. Толстяк сразу же начал материться, держась при этом левой рукой за грудь. Самый первый из незваных гостей чеченского убежища, тот самый Крепыш, охотно рассмеялся над мучениями своего толстого собрата. Скажи спасибо, Борман, что тебя бронежилет заставили надеть. А то сейчас у тебя бы уже все, ничего не болело. — Да пошел ты, Ларик! Блин, аж дышать трудно! Поморщился этот здоровяк. — Смотри-ка, бабки! — удивился один из боевиков, поднимая с пола целую пачку, небось, наших денег. И все четверо принялись лихорадочно собирать разбросанные по полу деньги. При этом меня кто-то незначай как лязгнет тяжелым ботинком. А под правую руку мне подкатилось что-то холодное и угловатое. И я чисто машинально. Я боялся дергаться, да, но я чисто машинально и незаметно, как мне показалось. И я чисто машинально автоматически сжал этот предмет в руке. — Все! Мое! Не отдам! И я продолжал наблюдать за всем происходящим. — А это что еще такое? — раздался удивленный голос, и все четверо столпились вокруг чего-то в углу подвала. — Похоже на золото! — крикнул тот дождь. Кто-то из этой четверки. — Братва! Помогите! — раздался чей-то сиплый голос, и я даже не понял, что этот голос принадлежит Андрею. — Хм! Да этот Висюнчик живой! Гля! — удивлялся Ларик. И теперь все они подошли к висящему лейтенанту. — Ты кто? — спросил здоровяк, которого все тот же Ларик называл Борманом. — Да свой я, свой! Чечены сегодня прихватили нас вот, пытали. И пока он говорил, я пробовал шевелить. Я пробовал шевелить руками и ногами. Они хоть и с трудом, как тавар-мушель, но начинали меня слушаться. Но самое главное, я по тяжести понял. Я понял, что у меня в руке. Это был тот самый, тот самый продолговатый самородок, который дед Игнат еще подарил мне в свое время. Я сразу же понял на ощупь. Андрей постоянно таскал его в кармане и говорил, что это его талисман. Вот он и выпал, небось. А я еще, я еще смеялся над ним. Все-таки весил он добрых полкилограмма, если не более. Но сейчас, да, сейчас мне было уже не до смеха. И я как сжал этот самородок в руке, а остальное упрятал в рукав, чтобы совсем не видно было. И тут со стороны лестницы снова послышались шаги и в подвале появилось еще двое. Плюс два. Одного я не видел. Но тот, что шел первым, сразу привлек мое внимание своей неординарной внешностью. Он казался гораздо старше всех своих товарищей. Широкое, мощное лицо с поперечным шрамом на правой щеке, маленькими, но цепкими глазками. Короткая стрижка на большой и круглой голове подчеркивала небольшие остроконечные волчьи уши. Действительно, как тот волк. Голову свою он держал, чуть наклонив вперед, отчего казалось, что здоровяк смотрит на все из-под лобья. «На ше вы тут, я тебе мать!» Сходу как обрушился он на всех низким, мощным голосом. «Скоро менты вот-вот прикатят!» «Слышь, Коржан, тут двое русских, смотри!» И вся толпа раступилась. И Коржан увидел висящего Андрея. Внешний вид лейтенанта произвел на него очень сильное впечатление. Весь пол был бабками засыпан. «И вот, вот, смотри!» «Похоже на золотишко!» Солидно пробасил этот Борман. Коржан мельком глянул на мешочек, которым тряс Ларик, и приказал. «А ну, снимите его!» «Собой возьмем!» «А там уже разберемся!» И быстро развернувшись, он ушел. И за ним потянулись и все остальные. Только Ларик и Борман возились с Андреем, пытаясь отстегнуть от него наручники. «Блин, ну никак! Никак не идет!» Прогудел Борман. «А ну-ка, отойди!» Велел шустрый крепыш, и, вытянув руку, он выстрелил из пистолета по цепи наручников. «Конечно, не по себе стреляет!» И пуля свизгом отрикошетила трубы, затем от стены и заметалась по всему подвалу. Борман даже подпрыгнул от неожиданности, потом пригнулся и обрушился с матюками напарника. «Мол, ты чего?» Ну, классический голливудский метод помог. Тело Андрея рухнуло на пол. «Пока эти двое возились с Андреем, пытаясь поставить его на ноги, я решил, что пора, наверное... Небось, уже пора! Пора, пора, покачивая! «Ну, конечно, что ты лежишь, мормушель ты!» «Пора уже как-то и заявить о себе!» «Вот оно! Момент лови! Ты! Кучка! Мормушелька!» Но самое большее, что я смог сделать, это только чуть-чуть, еле-еле приподняться. Угу. Заявил о себе. «Лежи, ниши травы, выше ботвы!» «Лежи, не рыпайся!» Но боевики стояли ко мне спиной. Они, наверное, ничего не видели. Лейтенант увидел мою героическую попытку все-таки. Лейтенанта! Команданта все увидел и прохрепел. И говорит. «Его тоже возьмите! Он со мной!» Ларик остался с ним. Они ковыляли к выходу. А Борман подошел и склонился прямо надо мной. «Идти можешь?» Пробосил он. Я отрицательно замотал головою. И тогда он подхватил меня, как та лебедка, поперок туловища. Легко закинул на плечо и потащил к выходу. И, судя по всему, мой бараний вес не слишком его обременел. Только лишь на ступеньках он начал чуть-чуть постановать. Очевидно, все-таки побаливали ушибы. Угу. Побаливали. Полученные верзилой при ударах пистолетных пуль о бронежилет. Так, со своеобразным комфортом, я все-таки выбрался на улицу. И свежий морозный воздух словно придал мне сил. Борман поставил меня на землю. И тут же подхватил под руки. — По голове его здорово стукнули, — пояснил Андрей, кивая на меня. Судя по всему, он немного оклемался. По крайней мере, на ногах он уже стоял без посторонней помощи. Не то, что я. И нас погрузили в черную Волгу. На заднее сиденье рядом со мной устроился все тот же Борман. Ему на колени прыгнул легковес Ларик. — Не, ну ты догадался, — возмутился этот верзилой. — Но ты даешь. — Слышь, коржан, у нас Ларик, похоже, поголубел. Видал? Прыгает на колени, как-то проститутка в баре. А и Ларик, Ларик только ржал в ответ, как-то кобыляка, обнажая крупные свои белые зубы. — Хорош выпендриваться! — буркнулся Девчон. Садевший спереди коржан. Видимо, главар всей этой банды. Я сразу же это все понял. Его лицо оставалось озабоченным. И он все посматривал на мелькающие рядом машины. Словно кого-то искал. Куда этот Али со своими обреками девался? Вот что действительно интересно, а? Куда же он подевался-то? А если Ларик заголубел, то мы у него автомат заберем и на панель спустим. Так от него и то больше пользы будет. Я увидел в зеркало, как лицо коржана скривила странная однобокая усмешка. Небось, он это все сразу же представил. Картинка! Шофер и Борман по достоинству оценили юмор шефа и дружно захохотали над раздосадованным Лариком. А ты-то чуржешь, Боров ты, допекал он своего напарника. Говорит, скажи спасибо, что я тебе бронежилет посоветовал надеть. А то валялся бы сейчас, вывалив язык. Весь этот рюк прервал слабый голос Андрея. Али и вся его банда уехали. Минут за пять до вас. Какого-то там Шамиля грохнули. Вот они все и сорвались. Реакция на эти его слова последовала незамедлительная. Она была самая неожиданная. Салон машины чуть не разлетелся от потока хлынувшей брани. Все четверо боевиков дружно поносили какого-то Самсона. И особо насвирепствовал при этом коржан. Ну говорили же этому козлу. Не начинай раньше восьми. Не, на тебе, вылезь. Ощопь ему. И если бы свершилась хоть малая толика душевных пожеланий этого коржана, то смерть неизвестного мне Самсона затянулась бы ни на одну сотню лет. А по изощренности превзошла бы все известные в этой области мировой культуры. И вот вскоре машина остановилась около двухэтажного особняка. Судя по всему, его только недавно заселили. Вокруг торчали бетонные столбики недостроенного забора. Из солидного сугроба торчало гаубичное жерло бетономешалки. Подъезжать к самому крыльцу машины не стали. Остановились за недостроенным забором. Вторая машина тоже под самую завязку оказалась набита народом. Вся эта толпа провалила к дому. Повалила. Провалила. Ларик по-прежнему опекал не очень уверенно идущего лейтенанта. А мы замыкали кортеж с Борманом. Я вообще-то хотел пойти своими ножками. Но здоровяк не дал мне даже попробовать сделать это. Он без слов взвалил меня на плечи и поволок к дому. На первом этаже Борман не задержался, а сразу потащил меня по пологой лестнице наверх. Когда мы появились в дверях обширного зала, там вовсю кипела жизнь. Гомон голосов, смех и табачный дым. Общество было исключительно мужским. Не было заметно ни локонов, ни юбочек. Судя по тому, как все нещадно склоняли имя Самсона, Коржин уже сообщил публике о произведенной этим неведомым мне человеком подлянке. Далеко тащить меня Борман не стал. Он меня сгрузил, как те бревна, прямо на пол рядом с дверью. А сам прошел дальше, к большому полированному столу, щедро заставленному бутылками и снедью. Судя по всему, хозяева не успели толком обзавестись мягкой мебелью. Несколько человек уже закусывали а-ля фуршет, то есть стоя, и только лишь ел, сидя в кресле, не торопясь, ковыряя вилкой в тарелке. Сидя у стены, я обозревал представшую передо мной картину. Смех, шум, гул голосов. Как пчелы в улье. И голова при этом у меня просто раскалывалась. Земля под ногами еще чуть колыхалась, но что меня просто убивало, так это полная неопределенность нашей дальнейшей судьбы. Лица этих людей уверены, нагловатые. Все их повадки и речи, а также оружие в руках и прислоненные к стене автоматы, Все это говорило, что здесь собирались отнюдь нелюбители канареек. И вот где-то в глубине комнаты исчез и Андрей. Я не видел Коржина, я слышал только его голос. Густой, низкий баритон. Не, ну ты представляешь, какую подлянку он меня устроил? Ты представляешь? Да и других же ж наверняка подставил. Вот сука! Сейчас все чечены лягут на дно. Ты понимаешь это? Ты хоть это понимаешь? И хрен уже откуда достанешь! Отозвался собеседник Коржина. И потому как задвигались уши и затылок неторопливого едока, Я понял, что именно к нему и обращался Коржин. Я почему-то сконцентрировал внимание именно на нем. И только на нем. И хотя голос его показался мне знакомым, Лица этого едока я по-прежнему не видел. Судя по комплекции, человек, сидевший за столом, был невысокого роста. Он был сухощавым и не очень широк в плечах. Сквозь короткую прическу просвечивали свежие красные рубцы за левым ухом. А у самого уха отсутствовала мочка. Это я сразу же заметил. — Да, там, в подвале! — начал бывал по-прежнему невидимый мне Коржин. А до меня вдруг дошло. Кто сидит за этим столом? И где я раньше слышал этот голос? — Эх ты! Канарейчка ты! Эта догадка была столь ужасна, что меня тут же вырвало. Мучительно и жестоко. И это совпало. Совпало таки с резким звонком телефона. И часть боевиков все-таки повернулась в мою сторону, а большинство уставилось на телефон. Что кому ближе было? Борман, очевидно взявший надо мной шефство, подскочил ко мне и поволок меня в туалет. — Иди, иди! Попугай унитаз! Как-то даже добродушно сказал он мне, включая при этом в туалете свет. Затем он прикоснулся к моему затылку и присвистнул. — Вот это у тебя шишмак тут! И он достал из кармана куртки носовой платок и сунул его мне. — На! Намочи! И приложи к затылку! И, посчитав свою благороднейшую миссию на этом выполненной, здоровяк удалился. А я? Я приник ухом к приоткрытой двери. Коржин говорил по телефону. Смысл его речи я понимал мало, да и уловил только лишь самый конец. — Ладно, ладно, не мельчиши. Пять минут, и мы на месте. Да ты и сам тоже пошевели там своей задницей. Тебе туда ехать через всю Москву. Все, лады. И он положил трубку. И Коржин обратился к своей братве. Чечены собрались в Химках, рядом с речным. — Валим туда, пока они все в куче. И толпа взрывела. Улей полетел куда-то и кинулась разбирать оружие. А Коржин раздавал инструкции. — Ларик, Борис, остаетесь здесь. — Борман, хорош лопать. Ты уже ящик пива выдал. Собственный хрен сейчас не попадешь. Не то, что в Чечена. — Обижаешь, командир, — начал было заводиться Борман. Но главарь его уже не слушал. Он обратился все к тому же невозмутимому едоку, судя по всему продолжающему пить пиво и не собирающемуся уходить даже из-за этого стола, даже при столь удручающей обстановке. — Да, Бурый, ты у нас самый большой спец по золоту же ведь. Посмотри, что там пацаны надыбывали в подвале у этих черножопых, а? — Точно! Значит, точно! Сразу же понял я. Это и в самом деле Бурый. И мне невольно вспомнился. Мне вспомнился далекий тот августовский день и этот монотонный глуховатый голос этого человека, который доносился из динамика рации. — Вторая бригада! Прошу, ответьте, если вы нас слышите. Слышите, ответьте! Вторая бригада! Если вы слышите нас, то сообщаю! В голову все лезло и лезла характеристика. Полная характеристика, данная этому Бурому еще покойным Чапаем. отстрелянная мочка бурый свидетелей никогда не оставляет. бурого вызвано и мимо меня с шумом и гомоном проследовала вся братва. Они меня даже не заметили. Внизу громко хлопали двери и слышался шум моторов. Машины отъехали от дома и наступила тишина. В ней особенно резко, неприятно и даже как-то не к месту прозвучал звон чайной ложечки, бьющийся по стенкам стакана. Это бурый. Он мешал сахар. И до меня, до меня даже донёсся этот запах растворимого кофе. — Угу. И будет табе. И кохве. И шампанское. Сразу же почему-то подумал я. И пока он вот это неторопливо прихлёбывал там своё кохве, в поле моего зрения появился Борис. Так, по-моему, назвал Коржин второго из оставшихся в доме боевичков. Это был типичный головорез. Здоровила, широкоплечий, с низким покатым лбом. Ещё тот танк. — Я пойду вниз. Прилягу. Пробурчал он Ларику. А то чё-то башка раскалывается. И он прошёл мимо меня. И вскоре его шаги затихли на первом этаже. Теперь, зато теперь, я видел спину Бурова, развалившегося в кресле. Видел Ларика, дымившего сигаретой. Но я никак не мог рассмотреть Андрея. Он должен был оставаться в этой комнате. Но я его никак не видел. В упор. И, наконец, Бурый допил кофе и, отставив стакан, пробурчал. Лафа. Затем зевнул и обратился к Ларику. — А ну-ка, сынок, открой балкон. А то эти набздели тут как в конюшне. Дышать нечем. И шустрый Ларик сразу же кинулся выполнять указания Бурова. — Тагедык, тагедык. И потянула, сразу же протянула этим благодатным сквознячком. И старик, и я. А я почему-то считал Бурова именно стариком. Одобрительно кивнул этот старикашечка. — Хорошо. — Тихо протянул он, а потом спросил. — Тебя как кличут? — Ларик, — представился парень. — Ларик так, Ларик. — Че там Коржин про золото-то базарил, а? — А, вот оно. И Ларик суетливо вытащил из кармана наш полотняный мешочек с золотом и протянул его бурому. Тот первым делом прикинул его вес на ладони и удивленно хмыкнул. — А ну-ка подвинь-ка мне вон ту мисочку, — сказал старик, показывая куда-то на стол. Ларик удивленно повертел головой, а потом поднял и показал бурому большое фарфоровое блюдо с затейливой вязью узора по кроням. — Угу, блюдечко с голубой каемочкой. — Это что ли? — говорит тот. — Ну, конечно! — пробурчал авторитет и высыпал на блюдо содержимое мешочек. С другой стороны, стола к нему перегнулся заинтересовавшийся вдруг Ларик. — И в самом деле, что ли, золото? — спросил тот. — Хм. — Похоже, — прогудел бурый. И у него даже спина распрямилась. До этого он сидел какой-то вообще вялый, расслабленный. И по-прежнему я не видел его лица. Только затылок и эти шрамы на голове. Ущербное-то его ухо. — А ну-ка, напой-ка мне, а? — Где вы его нарисовали? — В подвале. В подвале дома Али. На полу валялся этот мешочек. И куча бабок было. И пока Ларик подробно рассказывал обо всем, что он видел в подвале, я лихорадочно соображал. Что же мне теперь делать? Бурый сказкам не поверит. Еще тот. Придется нам наверняка снова висеть на наручниках в каком-нибудь новом подвале. И впору было завыть даже от безысходности ситуации. У-у-у. У-у-у. А Бурый продолжал задавать вопросы. — Так этот что, что ли, у них висел на трубе? — Да? — А и Б висели на трубе. И он показал пальцем куда-то в сторону от себя. — Да. — Это он, — подтвердил Ларик. — А вон браслеты до сих пор остались. — Иди-ка ты сюда. — Орол, — поманил пальчиком старый уголовник. — И наконец-то я увидел Андрея. Он нехотя подошел и уселся за стол прямо напротив Бурого. — Это твое золотишко? — спросил тот. — Мое. — Легко согласился Андрей. — Где взял? Лейтенант чуть помолчал, а затем сказал. — У ингушей перехватил. — В Баланино? Так ведь? — сразу же спросил Бурый. Андрей криво усмехнулся. Лицо его от побоев сейчас больше походило на какую-то маску. — Верно, — сказал тот. — А мое золото ты тоже перехватил? — А какое оно, твое золото? — попробовал сыграть непонимание лейтенант. И Бурый сразу же покрыл его матом. — Так что не пудри мне мозжечок. Его мне из-за тебя чуть-чуть не отстрелили. — Слушай, шеф, а у нас ведь еще один есть. — Обрадованно заявил Ларик. — Тот, что на полу там валяется. В туалете он сидит. — А ну тащи его сюда! — велел Бурый. Мигом радостно заявил Ларик, и я увидел в приоткрытую дверь, что он быстро, он быстро несется ко мне. И я еще сильнее сжал в руках этот талисман самородок деда. Отвернулся от двери и опустился на колени. И я склонился над унитазом, как будто еще, еще с меня что-то там выходит. И тут распахнулась дверь, и грубый рывок за воротник куртки поставил сразу же меня на ноги. При этом Ларик, очевидно, тоже увидел мою грандиозную шишку. И поэтому весело просгласил на весь зал. — Ох, и приложили же его тут по башке! Шишмак страшенный! И у меня снова, снова начали подгибаться ноги. Не от удара по голове, а вот так вот просто. От страху. — Да иди ты! Ларику надоело тащить меня за шиворот, и он помог себе еще и коленом. Мы находились уже метрах в двух от стола. И я видел, что в правой руке, в правой руке у Бурова зажат пистолет, ручки которого он слегка постукивал по полированной крышке стола. Это было глупо. Но я никак не мог оторвать взгляд от роскошнейшего натюрморта, неожиданно образовавшегося на столе. Тоненько нарезанная ветчина, остатки сала, какой-то месиво тарелок, хлеб и затейливая хрустальная солонка, темные бутылки с пивом и прозрачный хрусталь водки посредине всего этого. И как раз посредине всего этого блюдце с голубой каемочкой, с целой горкой нашего золотого песка. А Бурый с Андреем продолжали свою светскую беседу. На! Это же не твое золото! Спокойно заявил лейтенант, мельком глянув на меня. Да? Это не мое золото! Это песок! Его речь прервал донесшийся с улицы звук сразу нескольких автомобильных моторов и виск тормозов. И Ларик сразу же отпустил мой воротник и метнулся на балкон. Я чуть было не упал, но все-таки удержался на ногах. А мой недавний конвоир выглянул с балкона с обезумевшими глазами и крикнул «Это чеченый!» и снова скрылся на балконе. И через какую-то секунду оттуда дробно застучал автомат. Тра-та-та-та-та-та-та! Бурый поднял пистолет и направил его на Андрея и говорит «Не дергаться!» «Похоже, он совсем забыл про меня!» Ствол, направленный на Андрея, снова вызвал целый шквал событий, очень мало зависящих от его мозга. И я шагнул вперед, двумя руками поднял над головой «Этот тяжеленный, как мне сейчас показалось, талисман, самородок деда!» И как раз в эту секунду Бурый обернулся. И я и в первый, и в последний раз увидел его лицо. Он вовсе не был стариком, ну лет сорок, не больше. Высокий лоб, тонкий, изящный нос, эти узкие, сухие губки. Он походил на преподавателя университета. Вот только в глазах его блеснуло что-то похожее на черную, мертвящую воду зыбучего болота. Не знаю, смог ли я что-нибудь сделать, если бы он так глянул на меня пораньше. Но мои руки, утяжеленные полукилограммовым грузом, уже смаху как опустятся на его прямо на его макушку. И я почувствовал, как хрустнуло что-то. Это хрустнул череп Бурого. И этот самородок почти до половины погрузился в его мозг. И на какую-то секунду мы с Андреем замерли, глядя на этот странный натюрморт. Я сам был прям в шоке от себя, что я вообще смог так вот вмонтулить. Но я смотрел на это, и я внес в этот свой удар все свои силы. При этом мне вспомнились все погибшие наши ребята. Из состояния оторопи нас вывела плотная автоматная очередь, разнесшая в дребезге дверь на балкон. По счастью, она прошла как раз между нами, сметя со стола, бутылки, посуду, все. Под звон бьющегося стекла мы кинулись под защиту стен. Это была сейчас наша единственная защита. А стрельба все продолжалось. Пули влетали в широко открытые балконные двери, в окна и кромсали все на своем пути. Посуду, стол, вздрагивающее тело Бурова. Разнесли зеркальную стенку, украшавшую этот банкетный зал. Срезали небольшую пальму в красивой пластмассовой бочке. Полетели, полетели в разные стороны хрустальные висюльки, затейливой многоярусной люстры. Сразу резко убавился свет. Все это время в перерывах между очередями мы слышали, как внизу торопливо стучал автомат второго боевика Коржина, Бориса. А вот ларик с балкона ничего не добавлял к веским доводам своего товарища. И, судя по неподвижным ботинкам, которые торчали из балкона, самый веселый братан из команды Коржина отсмеялся уже навсегда. Навеки вечные. Аминь. Надо смываться, прокричал мне Андрей. Но как? крикнул я. Не знаю. Как раз в это время новая очередь окончательно раздолбала люстру и с наступлением полнейшей темноты как-то сразу установилась и тишина. Мы услышали доносящийся снизу дружный топот и поняли, что и Борис тоже не избежал участи шустрого друга. Но вперед! шепнул мне Андрей и, пригнувшись, проскочил на балкон. Мы еще слышали, как чеченцы всей толпой вломились в дом, и это было как раз под нами. Широкий балкон с массивными перилами опоясывал весь дом. И первое, что я понял, глянув по сторонам, мы находились где-то за городом. Кругом не было негонька, только лишь чернили коробки каких-то недостроенных зданий. Нагнувшись, лейтенант подобрал автомат ларика, подхватил меня под руку и поволок к углу здания. А у меня, у меня башка вся трещала, ноги были какая вермишель вообще. Но я, сцепив зубы, я следовал за ним, как то примара. И вот, остановившись на углу, Андрей оглянулся по сторонам и тихо выругался. С этой стороны дома белело чисто поле. Ага. И тогда он просто приказал мне прыгаем. И в темпы виноградной улиточки я принялся переползать через эти широкие широкие перила. Андрей то ли потерял терпение, то ли просто решил помочь мне. И его сильный толчок действительно помог мне совершить короткий полет. А мощный сугроб не позволил мне разлететься на все конечности. Зато боль в голове она как полеснула мне с такой силой, словно меня еще раз треснули по башке дубинкой. Но рядом со мной аккуратненько приземлился лейтенант. «Пошли!» «Пошли!» — говорю свистящим шепотом поторопил он меня, подхватывая под руку и выдергивая из этого сугроба. Я как тот червляк чпок и высунулся. А далее снег слава богу оказался не таким глубоким и мы быстро добежали до недостроенного забора. И тут сзади с балкона возбужденный гортанный голос как прокричит «Эй!» «Вон они!» И сразу же как застучит автомат. Под свист пуль мы перекатили через бетонное основание забора и залегли на секундочку. Андрей оглянулся по сторонам и с досадой воскликнул. «Где же их машины?» «М?» И действительно дорога была пуста. Только лишь приглядевшись я увидел метрах в ста по другую сторону от дома два темных силуэта автомобилей. Чеченцы не стали подставлять под пули свои авто. Эх, не стали. Отвели их в стороночку. А с балкона по нас палили уже из трех стволов. И хотя мы не могли поднять из-за бетонного парапета головы, я все-таки заметил, как две темные фигуры, выскочив из дома, побежали в нашу сторону. «Андрей! Андрей!» крикнул ему я. «Справа!» И лейтенант проскочил к массивному бетонному столбу. И когда чечены на балконе прекратили стрельбу, из-за боязни срезать своих же, он поднял автомат. А есть ли в нем патроны сразу же мелькнуло у меня в голове. Но Андрей сразу же развеял все мои сомнения и короткой очередью срезал сразу же обоих чеченов. Со стороны дома донесся крик ярости, и балкон буквально взорвался неслыханным по своей неистовой силе огнем. Мы уткнулись носом в снег, а свинцовый град упрямо калашматил в бетонный парапет и, посвистывая над нашими головами, взбивал пышную перину сугробов. Надо было уходить, но Андрей к моему удивлению пополз. Он пополз вдоль забора к главным воротам. «Ты куда это? Ты куда?» крикнул я ему. Но лейтенант не отвечал, как не слышал. Затаившись за очередным столбиком, он чего-то ждал. И только лишь потом я оценил его тактический отход. Короткой очереди он не позволил следующей паре чеченцев, появившейся на крыльце, обойти нас справа. Те просто рухнули на пороге и уже оттуда открыли огонь. Так как теперь по столбу, за которым скрывался лейтенант калашматили не менее, чем из пяти стволов, Андрей медленно пополз ко мне. «Юрка, уходи!» крикнул он мне, пристраиваясь за очередным столбом. «Уходи!» говорю. «А ты?» Но Андрей только отмахнулся. Еще пару раз он выстрел в сторону дома, а потом снова обратился ко мне. «По дороге, по дороге беги, а потом сверни в сторону и заройся в снег, слышишь? В снег!» «Без тебя я не пойду», наотрез отказался я. «Ты, балбес, ты, подумай о Ленке, подумай о дочери!» И как раз в это время с балкона дома спрыгнула темная фигура. Быстро проскочила несколько метров и затаилась за бетонной мешалкой. И Андрей полоснул по громоздкой железяке короткой очередью. Оттуда тут же ответили огнем. Лейтенант снова нажал на спуск, но очередь получилась уж чересчур короткой. «Ну все, мандец нам, Юрка!» только и сказал Андрей, приваливая спиной к столбику. А я по-прежнему червляком лежал на земле и смотрел на лейтенанта снизу вверх. Мне даже показалось, что в глазах его блеснули слезы. И это как бы подтвердило вынесенный Андреем приговор. и на какую-то секунду и мной овладело полнейшее отчаяние. И только лишь затем я понял, что вижу лицо лейтенанта слишком отчетливо, словно днем. Оглянувшись, я увидел свет фар сразу нескольких машин, и они были уже близко. «Милиция!» крикнул я Андрею. «Не похоже!» отозвался он. «Мигалок не видно!» И через несколько секунд первая машина остановилась прямо рядом с нами. И первый, кто выбрался из нее, оказался моим старым другом, Борманом. Плюхнувшись на землю рядом со мной, Тимуровец спросил. «Живой?» «Как видишь, прохрипел я?» «Остальные всех убили!» «Бурого Ларика Бориса!» «Борис нами успел вызвать!» «Он и вызвал нас!» пояснил Борман и дал очередь по окнам дома. Его дружно поддержали все остальные люди Коржана. Сам он зычно скомандовал. «Машины назад!» и тут же приземлился рядом с Андреем. «Дай рожок!» попросил лейтенант, и Коржан безропотно протянул ему полный магазин. Теперь дело пошло веселее. Никто из чеченцев уже не горцевал там на балконе. Никто! Все попрятались за стены, как и мы недавно совсем. Из темных квадратов окон вспыхивали огни выстрелов. Как минимум восемь боевиков Коржана играли теперь на нашей стороне. Угу. Плюс восемь! Ага! «На!» «На!» «Где Бурый?» спросил Коржан Андрея после выпущенной по дому затяжной очереди. «Убили его!» только и ответил лейтенант и пояснил. «Еще в самом начале!» «Осторожно!» и с этими словами он одернул Коржана, попытавшегося выглянуть из-за столба. В ту же секунду сразу же несколько пуль выбили из бетонного столба добрую порцию цемента из щебенки. «Он за бетономешалкой!» пояснил Андрей. «Борман!» «Давай!» приказал Коржан и тот кивнул головой, приподнялся и швырнул за бетономешалку гранату. И пламя на секунду осветило все окрестности. Звук взрыва болезненно ударил по ушам. Огонь чеченцев потихоньку, потихоньку, но начал стихать. Все! Сначала я подумал, что у них просто кончаются патроны, эти самые рожки, рожочки. Но Андрей обернулся к Коржану и показывал рукой вправо, от дома заметил. «Они могут уйти за дами! Там раньше стояли их машины, а теперь их нет! Дорога там есть?» «Да!» ответил Коржан и скрипнул зубами и приказал. «Трое здесь, остальные со мной!» И когда за домом вспыхнула яростная перестрелка и оставшиеся с нами боевики рванули на звуки этих выстрелов, Андрей тронул меня рукой и тихо говорит. «Пошли! Нам с тобой тут нечего уже делать!» И мы встали во весь рост и не торопясь пошли по дороге туда, где темнели силуэты машин. «Пошли!» 音楽» «Пошли!» Ну неужели, неужели выбрались, ребята? Я прям рад из-за них. Вот это, вот это дали они, конечно. Вот это дали, да? Тех стравили. Тут как-то так повезло. Те напали, те стравили. Все, вообще повезло. Повезло, ребята. Это ж надо так. Вот это она. Сектор-прыз на барабане. Ах, автомобиль, действительно. Ну да, ну Андрей молодец. Что не говорите, действительно молодец. Он уже его отпускал. Все, иди, беги. Я прикрою. Но потом как-то так подфартило, что ли. Приехали, я так понял, эти бандюки с бандюками. Короче, бандюки с бандюками стравились. И все. И он понял, что как раз вот, вот этот момент. Лови момент. Хлопец. И все. И действительно. И что же будет дальше? Неужели. Вообще, вот я бы на этом даже, наверное, может быть, закончил. Ну, ага. Дальше. Еще есть. А вы что думали? Еще несколько частей. Ужас, ребята, еще есть в запасе. Пороховнички. Есть еще. Частей 3, 4, 5. Пол пятого. Будет. Что-то такое должно быть еще. Я прям вообще обрадовался. Я вот только представил эту картину, как тот, как впечатал ему этот дедовый самородок. В мозги прям. Хотел золото? На тебе. Прям в мозги тебе впечатали. Вот это картина. А? Ну, я обычно всегда, когда злой на человека, я ему в рот засунуть не хочу. Не в мозги, в рот. Вот. Я бы взял ему в рот, засунул этот и все. Самородок. На, подавися, собака. И все. И тоже, смотрите. Он сразу как-то определил, откуда это золото, а? Как он так определил? Неужели вот так вот без анализа, внешне, прям вот так вот можно это сделать? Ну, по цвету как-то можно. Но это тоже нужно столько этих месторождений изучить, чтобы прям по цвету можно было вот так вот плюс-минус знать, откуда это. Ну, это да. Ну, еще вопрос. Не то, что вопрос, а вообще, возможно, полукилограммовым гирькой прям в мозги впечатать. Вот так, рукой. Рукой с размаху. Понятно, что башкой стукнуться можно так. А вот именно рукой. Тем более, этот, юрец. Юрец-трындец. Он вообще мармушель. Он же вообще мармушель. Как он может вообще впечатать? Ну, злость – это страшная сила, ребят. О-о-о, страшная, да? Да. А, кстати, это то, что он со злостью, это я придумал. Он волен взять. Это я так. Ну, мне так захотелось. Ну, просто тут действительно, как объяснить, что он так вмонтулил ему в бошку? Это я придумал, что он за всех, за всех хлопцах вспомнил. Злость взял и как вдал ему в бошку. Все. Припечаталось. На тебе золото. Сдохни, как собака. Это все. Ну, скажем мне плюсик. Это я придумал. Честно вам скажу. Вот такие вот. У нас. Ну, чтобы вы знали просто. Этого в тексте нет. Такое тоже бывает, ребята. Да, такое бывает. А теперь давайте перейдемте к вашим комментариям. Светлана Скани Манико пишет. Это из Нью-Йорка наш. Это наш топовый комментатор. Да. Из Нью-Йорка. Пишет. А не попали ли они в точку? Может, этот генерал и есть покровитель злостных дельцов этого золота? Кто знает? Ну, время покажет. Ну, да. Как вам мысля? Вы тоже, кстати, многие писали по поводу того, что вот этот Микола с Ракогола и тоже, вы говорите, он не может по-украински говорить. А как это не может? Что там? Микола в Москве не может быть, или что? А? Микола с Киева приехал из Житомира. Житомира, опять Житомира. Мы все тут ездили в СНГ. Это не сейчас вам, ребята. И то. Нет, действительно. Вот здесь было написано, что Микола так и было. Может, это редактор подписал. Не знаю. А я уже только, как говорится, я уже краски пера ввел уже немножечко. Он у меня такой. Тоже идея. Ну, а почему? Действительно. У него же была вот эта дверь какая-то там была здоровезная. Сейф? Да. Тоже, кстати. И потому у вас такие догадки, что он мог вот этим всем золотом и ворочать там. А тогда другой вопрос. Зачем нам вообще сказали про этот сейф в этом? Это же не так просто же бывает. Или так просто бывает тоже пишут, а? Там же что-то же лежит в том сейфе. Тоже вопрос. Ага. Ну да. Но мы не знаем, что там. Они же не открыли ничего. Следующий комментатор пишет. Юрий Некрасов. В хорошо протопленной русской печи нет сажи. Сажа вся выгорает и кирпичи чистые. Поняли? Вообще чистота порядок. Микробов нет вообще. Як в аптеке. Вы таке слыхали? Ну, может быть микробов нет, потому что там активированный угель и так далее. Но вот по поводу чистой что-то я сомневаюсь. Вообще такое бывает, чтоб там чисто было. Это каким топливом надо, керосином, афгасом топить? Топлить. Керосином самолетным. Чтоб там не было никакой сажи. Ну, это серьезно. Вот раз человек так пишет. Ну, вот напишите честно, ребята. Вот что бывает? Вообще нету никакого мусора в печурочках. Вот интересно, чем его там топят? И как это? Это как выгребать надо, чтоб там не было? Даже в фильме было, что она вылазит. Вот когда моются, можно... Ну, вот тоже я говорил вам, что... Там именно говорилось, что вы можете вымазаться. А по поводу того, что можете опекти лоба, вообще ничего не сказано. Дотронись до печки. Все, ожог. Все, бульки в альдери повылазили. Ага. Вот этого не говорилось. Следующий пишет. Светлана Добрич. В русской печи мылись, но не водой, а парились. А потом уже, стоя в тазике, поливались водой. Вне печи, снаружи. Также в печи прожаривали одежду от паразитов. О! Тоже новенькая информация. Новенькая. Прям вот так вот берешь, ложишь и все. Я так носки свои спалил. Шерстяные. Они были у меня зеленые вроде бы. Я их, короче, на печку так натопили. И утром стою, а у меня какие-то белесые стали носки. Белые. И тоже вы мне писали, что... Не выписали. В тексте было, что... И выписали, да. Вы тоже писали, что русская печь может быть раскалена до бела. Вот это мне вот интересно. Разве так... Я знаю, докрасна. Но до бела, что это значит? Она и так белая. Все же ее в белые, это... Белят же, правильно? И звездкой. Она и так белая. Как ее до бела можно растопить? Или это просто как бы, ну, выражение такое. До красна только до бела. Ну, печь до бела. До красна это металл же. Ну, понятно. Просто интересно. Я такого выражения до бела растопить печку. Я знаю, до бела носки спалить вот это свои. Вот это я знаю. Да. Шерстяные. Они у меня, короче, стали белыми. Белыми, а кто провидение? Да. Добрые провидения Кашпер. Кашпировский. Следующий. Тамара Ивановна пишет. Юрец все-таки тормоз. Ага. Еще той тормоз. Андрей быстро освоился в новой обстановке. Да и какой вопрос к лейтененту, когда до сих пор везде на ее и на ее. Всех на ее. Поняли? На ее. Прикольно, да? Это не мытюк, и это я так тоже люблю это обходить. На ее, на ее. У меня вот недоумение. Как могла наводчица вычислить Леночку, когда набирали одиноких, без родственников, а потом же все эти документы сожгли. Полная бредятина, пишет. Да и зачем золото сбывать все сразу? Естественно, потихонечку, по чуть-чуть и жить долго себе и счастливо. Ну, по поводу того, что она вычислила, действительно, это так задумаешься, как она могла вычислить. По телеграмме? Ну, как же. Ну, это было вроде бы до этого, они как-то вычислили, вышли, подцепили эту мадаму к ним, и она вот это вот обрабатывала их. Вот это тоже нам непонятно, как это произошло. Действительно, да, вы заметили это, да, непонятно. Нам остается только что? Только додумать все вот это. Следующий, Владимир Мальцев пишет. Его как сбытчика, сбытчика золота спокойно могут вычислить. И автор, однако, перестарался с этими событиями. Может быть, может быть, ребята. Старался, перестарался, палку перегнул и все, и поломал палку. Возможно. Вы тоже писали в комментариях, что можно по золоту, по составу, вычислить, откуда оно есть. И действительно, только на этом они могли спалиться. Да? Пока, видите, нам это никто ничего не говорит, но в комментариях вы пишите очень дельные советы. Даже тут в рассказе нам это не говорят. Ну, только говорят, что вот этот бурый что-то там понял, откуда, что и все. То есть, как бы намекаете, что можно вычислить, но как, что он там понял, понял. Дурак бы не понял. Ничего не понятно пока, да? Очень интересно, но ничего не понятно. Додумываем дальше, как говорится. Любовь Григорьева пишет. «Спасибо, Коляныч, хорошо читаешь, не люблю похвалы, так что читать не буду». Приходим сразу же дальше, что там самое интересное. Суть, суть, суть саму. «Одно не пойму, как можно в багажник пятерки засунуть два трупа?» О, вот вопрос. Да еще 50 килограмм золота. Это получается целых три трупа уже, правильно? Что-то они неправдоподобно пишут, правильно? Да, да еще лейтенант с этой дамой на заднем сиденье там сидят. Мы не знаем, что сколько там мадама пухленькая весит. Она же пухленькая, нам говорили. Действительно, добавьте три трупа, 50 килограмм золота, еще вот мадама плюс еще и лейтенант с ребенком, помните? Да там же эта пятерка вообще просела бы, на жопе ехала бы. Действительно, так, действительно так. Но тоже учтите, что это у нас была не просто пятерка, это был универсал, как раньше говорили, гробовозка. А сейчас очень даже популярный тип машин, правильно? Потому что практично. Ну, то есть, ну, такая крытая, хэтчбэком называется, да? Бэк, 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 бэк-вокал. Хэтчбэк по-английски, по-английски. Ну вот. Хэтчбэк. Ну, в хэтчбэк больше может влезть, это тоже оправдывает, да? Что в пятерку побольше трупов могут засунуть. Если откинуть вот это забрало там, ну, вот это такая перегородка, что сверху можно ложить что-то легенькое, снизу багажник. Вот это забираешь, и туда можно действительно много влезть. Ну, по объему, а вот по весу, это же та же пятерка и есть, как и обычная пятерка. Как седан. Так что тут, да, тоже интересное наблюдение. Тяп-ляп, я готова, нашли ляп-тяп. Есть. Не, интересно. Вот комментарии стоящие. Я специально такие выбираю. Так что пишите комментарии, не забывайте. А на сегодня, ребята, шо? А на сегодня все. Наши все части последующие и предыдущие находятся прямо под видео. есть ссылка на плейлист, все книги написаны. И ссылка, нажимайте. Ну, и там целая библиотека наших рассказов. Все эти части идут один за другим. Вот так вот автоматически включаются. Такой вам лайфхрак. Не забывайте подписываться, чтобы ничего не пропустить. Колокольцы. Это все надо. Только тогда вы будете приходить уведомления. И только тогда вы ничего не пропустите. Не забывайте про наш новый канал. Ну, этот Дед Коляныч. Это запасной наш канал. Есть второй на него. Я, кстати, сам тоже снизу ссылки есть. И на этот Дед Коляныч. Даже я раньше выпускаю эти все ролики. Так что не забывайте на него подписываться. И тоже стыкайте колоколец, чтобы все уведомления вам приходили. На сегодня уже точно все. Услышимся завтра. Пока-два. Вот так вот. В 17.00 завтра. Заводите будильника. Споки-ноки. Пока-два. Субтитры сделал DimaTorzok